ПЕСНЯ Добрый вечер. Хотели бы вам благодарить за то, что пригласили нас прийти к вам и увидеть вас. Я слышал некоторые статистики о вашем приходе, сколько людей благодаря вашим усилиям пришло в церковь. У нас есть масло в Америке. У нас есть масло в Америке. Это используется для ремонта в Америке. Это называется масло 2.1. Оно и смазывает. Как бы может быть и маслом, и смазочным материалом. Я почему-то думал об этом, когда ехал к вам на разговорах. Как миссионеры, мы должны быть два в одном. О, я проще догадался. Мы должны позаботиться о том, чтобы принести Евангелие к людям, к которым мы пытаемся добраться, к которым мы хотим достичь. И в то же самое время, мы должны иметь свое индивидуальное борение о том, чтобы стать святым. Без индивидуальной святости, все попытки в миссионерской работе, это только как бы пустое действие. Это как представление на сцене, когда вы заканчиваете, все аплодируют, и все приходят домой и говорят, да это было хорошо. Вы не меняетесь, они не меняются. Поэтому основа, как бы основа быть миссионером, вы должны сами совершать борение, прежде всего и больше всего, для того, чтобы быть человеком, который проживает Евангелие Сан. Если вы этого не делаете, то мы-то как бы вот эти звучащие, стучащие кимвалы. Пустой звук. Выглядит и звучит неплохо, но никто к сердцу это не принимает. Очень часто люди говорят мне, что значит быть миссионером и как это сделать. Ответ у меня всегда один, становитесь святыми. А мне говорят, а нет ли более легких путей? Нет. Единственный путь, который Христос завоевал, смерть и дал нам жизнь, был послушанием своему Отцу через святость. Вот это именно то, что мы должны сделать. Как мы становимся святыми в этом мире? Сегодня мы с Сергеем путешествовали, ездили. Особенно по дороге в России сегодня. Я задал такой вопрос. Изучают ли дети поэзию? И запоминаем ли мы стихотворения или поэмы? Что вот эти стихотворения становятся частью нашей жизни. Не просто слова. Они становятся чем-то, чем можно пользоваться. И вот эти частые стихотворения, они интегрируются в наше мышление. И мы становимся способными использовать их разными путями для каких-то своих слушаний. И я хотел бы сказать вам сегодня, что проживая в мире сегодня, попытаться, чтобы совершать молитву при этом, и пытаться быть святым, это примерно так же, как запомнить, попытаться запомнить, допустим, выучить поэму Пушкина во время рок-концерта. Это невозможно сделать. Вот этот рок-концерт, он настолько становится сильным, да, и доминирует. Невозможно игнорировать этот шум. И шум этот настолько контролирует, что невозможно поддерживать внимание только лишь на самый краткий промежуток времени. Вот это примерно мы в миру. Вот этот мир, это как этот рок-концерт. А эта поэма, это наша жизнь духовная. Как мы можем это сделать? Нам нужно находить время, чтобы находиться за пределами этого мира, для того чтобы быть в состоянии ответить миру. или получить способность. Я не знаю, трудно мне сказать, работали ли тут на фермах, в больших садах. Если вы не имеете большую, общую картину, чем вы занимаетесь, или просто прямо находитесь именно в том месте, в определенном месте вот этого земельного участка, и мне кажется, что те линии, которые мы сада выстраивали, казались прямыми, если мы поднимаемся выше, то мы видим, насколько они неровные. Когда себя отделяешь от этой ситуации, и тогда начинаешь лучше ее понимать. Если мы вообще захвачены миром, и мы даже не знаем, что там за проблема. И мы даже при этом не можем предложить решение. То есть вы даже обязаны, вынуждены стать миром, для того чтобы было такое что-то, что можно предложить миру, что уже потеряно в непонимании. Сегодня такое может быть большое, да, мы согласны с этим. А как туда попасть? Как мы можем стать святыми? Какое самое большое препятствие на пути к святости? Кто-то знает? Какие люди становятся хотя бы к этому WhatsApp? Какое-нибудь было которое. Love itself. A little more concrete. Так можно чуть-чуть поконкретнее. Если бы вы встретили своего чужой, и вы к этому человеку как бы очень… Привлекательный проект. Да, привлечены, не привлечены языком, скажут, что они равнодушны. Понятно, мы понимаем, о чем говорим, английский многие понимают. И вы чувствуете, что вы этого человека любите. И вы чувствуете, что вы их любите. Вы просто заходите в то место, где человек находится, и смотрите на его и говорите «любовь», просто о вас подумают, что вы сумасшедшие. Просто сказать «любовь». Мы же должны произнести конкретно направиться «я люблю тебя и вас». И вот именно это дает взаимоотношения. И когда это связано, это имеет смысл. Вот в чем проблема того, чтобы мы становимся святыми? Давайте возьмем и глагол, и, может быть, и нарисие существительное. Я проблема. Вы проблема. Вы находимся на пути к святости. Поэтому мы не святые, потому что это мы, или вы. Мы являемся препятствием. Не просто гордость. Я гордый. Как это поменять? Есть идеи? Когда идея есть. Вы же миссионеры, вы мне должны говорить сейчас. Усердие применять. Как поменяться? Решиться на это. Решиться на это. Как вы пожертвуете? Как вы усилия привыкли? По любви. По любви. По любви. Что значит любить? Встречать волевое действие. По любви. По любви. По любви. Я это понимаю, как это делать. Сколько из вас встречали священника, который говорит, «Ты должен молиться». Вы ему говорите, да, нормально. Как я молюсь? Что значит молиться? Он говорит, вот возьми эту книжку, читай. Читаешь книжку, и все еще не молишься. То есть человек должен быть к себе нелюбимым, а к себе нелюбимым. Человек должен любить. Как эти вещи делать? И жить не трудно. To sacrifice yourself. That's the beginning. Начало. But how do you do it? Ну, как это конкретно делать? I would love to do a lot. I would love to keep vigil. I say. Я хочу быть вот как бы все время бдительным. Да, бдение совершать. I would love to keep vigil every single night. И всю ночь я хочу вот бдение совершать. I don't. Но я же не совершаю. Why don't I? Почему я не совершаю? Of course, I'm selfish. But, конечно, я себя люблю. It's because это потому I have not learned что я еще не научился. And you have not learned и вы не научились еще завоевывать свою любовь к себе и желание делать себе приятное. Мы настолько одержим любовь к себе что даже наше собственное спасение оно занимает второе место тем, что делает себе приятное. Недавно молодой человек мне позвонил и сказал, что его мама умирает в больнице. И сказал мне при этом Я даже боюсь ее пойти увидеть и я некоторое время не видел ее. Но я хотел бы с ней быть там. Ты со мной можешь пойти? Я ему, конечно, с ней пошел. Мы пошли с ней в больницу и доктор сказал, что может быть оно ночь проживет а может быть и нет. И он сказал, что я бы хотел последние часы провести вместе с ней. Он подошел какое-то время стоял возле ее постели и в течение пятнадцати минут он достал свой телефон и начал набирать некоторые вещи. Потому что его внимание даже в тот момент, когда его мама умирала оно не было таким сильным как то желание, чтобы себя удовлетворять. Сколько из нас собирается молиться? И через несколько мгновений у нас появляется более великое намерение думать о чем-то другом. И все это происходит из факта того, что вы еще не смогли завоевать дикого вот этого зверя любви к себе. Вот в чем проблема. Единственная причина, по которой грех существует в мире, это потому что мы любим себя. и причина того, что мир находится в таком беспорядке из-за греха. А грех из-за того, что мы любим себя, а не других. Мы любим себя, а не Бога. И мы всегда заботимся о себе в первых строках. Вот это именно нужно сделать то, чтобы это поменять. завоевать вот это, победить эту любовь к себе. И все желания, которые я хочу получить для того, чтобы мне было приятно. Когда вы сможете это сделать, тогда вы будете способными делать других свободными. Потому что мы должны быть свободны и прежде всего свободными от себя. наше сердце должно быть чистым. И очень часто это не так. Мы имеем желания, которые нас побеждают, когда мы смотрим в те направления, где нам приятно. Если их не побеждать, или там не завоевывать, они завоюют нас. и тогда не будет молитвы, не будет любви, и мы не будем в состоянии служить Богу и кому-то либо другому. В подготовке быть миссионером, если вы не молитесь больше, чем вы делаете что-либо другое, в подготовке к этому не сработает. Если вы планируете нарисовать картинку карандашом, карандаш должен быть отточен. Если он туповатый, то многого не сделать. Если вы собираетесь быть миссионером, надо подточить карандаши, поменять жизнь, стать тем, чему вы учите. Почему Христос был таким эффективным? Он был эффективным потому, потому что Он был тем, что Он говорил. Поэтому жизни людей были изменены. не только потому, что Он ходил по водам, причем это совсем некоторые люди видели. Потому что Он говорил, вы должны совершать молитву, и Сам ее совершал. Он говорил, вы должны любить ближнего больше, чем себя, и Он так делал. Он сказал, вы должны твердо хранить заветы о заповеди Отца, и Он так делал. Одно из таких постоянных мантр нашего монастыря — что если ты не умрешь, прежде чем ты умрешь, то ты умрешь, когда ты умрешь. Это просто означает то, что мы должны распознать что мы должны говорить словами апостола Павла. Больше не я, кто живет, но Христ тоже живет во мне. Это все звучит как бы хорошо, но как мы это можем делать? Что является самой трудной вещью в любви? То есть, не просто любить трудного человека, потому что каждый из нас любит невозможного человека, себя, очень трудного человека, мы умеем любить трудных людей, мы это делаем всегда. Самая трудная вещь — это не любить себя, а любить другого. Чтобы провести свою жизнь служа. Христос вообще нам оставил модель быть слугой. Не быть королем, царем, генералом. Не о тех вещах, которые в веру считаются очень важными. А Он оставил нам модель слуги. Это была группа людей в Нью-Йорке. И это были в основном женщины, за некоторым исключением были несколько мужчин. Это была группа Рима-католическая церковь. И это было называемое Граэл-мувментом. Граэл. Граэл была чаша, которая использовала на Тайный вечер. У меня как-то редактор появился. Эта группа называлась Граэл, потому что они собираются вокруг Евхаристии. У них была очень удивительная женщина в группе. Она поняла евангельское послание. И многие из них не могли ее понять. она сказала, что сегодня нужно в этом мире это видимое присутствие любви Божией. Любви Христовой. Простите. Как нам это сделать? Она могла пойти в места, для которых она чувствовала в те места, в которых она чувствовала, где люди больше всего нуждаются в любви. Есть небольшой остров на Манхэттене. Называется развит. На этом острове находится государственная больница для детей, которые находятся в психическом расстройстве. Это было ужасным местом. Сейчас оно становится лучшим. И каждую субботу она приходила утром и проводила все утро просто быть с ними. Я спросил, Юлия, чему вы их учите? Она сказала, ничего. Я просто была там для них. Если они хотели поговорить, если они хотели порисовать, если они хотели, чтобы я просто с ними посидела, или нужно было навести порядок в туалетку, или кровать заправить. Она делала то, что требовалось. Она была там. И она сказала, быть человеком доступным для их нужд, входя в реальность другого, не быть тем, кому есть, а вхождение в их реальность. она не была психически расстроенной, но она заходила в их жизнь вместе с ними, как Христос заходил в нашу жизнь, без греха. Он мог бы так бы щелкнуть своими пальцами, сделать все прекрасно. Он же был Бога-человеком, Он выбрал принять нашу жизнь из-за любви. И Он настолько был подобен нам во всем, кроме греха, что многие люди даже Его и не распознали. Но все они заметили любовь. не нужно делать ничего такого магического. Не нужно быть звездами на сцене. Нужно быть слугами, которые любят. И это изменит все. Где вы начинаете? Разве мы начинаем с конфронтации с протестантами или с мусульмами? Атеистами, евреями, места хорошие. Но, мне кажется, возможно, в самых трудных местах в наших семьях, в наших собственных семьях, для того, чтобы быть свидетелями любви к Христовой. среди нашего сумасшествия. Я вот сейчас путешествую по всей России и по Украине. Я видел просто потрясающие храмы. Слышал прекрасную музыку духовную. Громадные монастыри. Но я как бы не получил свидетельство вот этого образа слуг. Я видел очень много людей, которые искали того, чтобы к ним прикоснулись. А многие люди больше не беспокоятся о том, чтобы трогать других. узнают, вы христиане по любви. Страшно. Если они придут в наши храмы, они выйдут и скажут такое скажут. Я испытал любовь самого Бога. первое впечатление, которое мы получаем, когда мы приходим в храм? Я могу сказать, что они все христиане, потому что они настолько сильно любят друг друга. Нам нужно это сделать. У нас другого выбора. Нам другого выбора у нас нет. Господь Бог оставил совершенно мало прямых заповедей нам. Но Он сказал нам, вы должны любить друг друга. А мы это убираем в сторону. И мы пытаемся слушать тех, которые являются более редкими. Любить друг друга это так, трудно. Почему? Потому что мы любим себя больше. И до того момента пока мы не остановимся любить себя, нет никакого шанса если мы сможем любить кого-то другого. Потому что мы будем желать, а потом нам будет нравиться, мы будем искать других, но мы не будем любить. Потому что это желание, этот поиск всегда о себе. И мы всегда будем смотровать их. Мы даже будем у них лишать дыхания чтобы им владеть им. в этом смысле. Хорошо. Всех сделать тихими. Поднимите все. Не против лиматочек зажмут. Чего? Чего? сладой. Может это не то, что вы хотели слышать сегодня. Но я об этом говорю с того момента, когда я в России говорю. Многие из вас уже были на этих разговорах. Я был в большом супермаркете в США. Это все супермаркеты во всей стране. Они говорят, что это, по-моему, самый большой супермаркет. Они продают все. Я и один монах мы покупками занимались. Покупали продукты для братства. Проходили через один из рядов. В этом ряду была группа взрослых людей. Даже было видно, что они люди умственно отсталые. Некоторые были с синдромом Дауна. Некоторые имели какие-то другие психические расстройства. И там был человек, у него за пятьдесят его было. На нем был одет кожаный шлем. Потому что он падал, и ему синяки, и мы одевали шлем, что, видимо, он не повредился. И когда мы проходили мимо этого ряда, он начал на меня глазеть, смотреть. И при этом задал вопрос, а где ты был? Я даже не понял, я говорю, где-то был где-то здесь. Мы прошли мимо и продолжали заниматься покупками. Еще мы два ряда прошли. И они были там опять. Он на меня посмотрел опять с большой улыбкой. И сказал, я тебя искал. Ну я как бы умно говорю, вот я здесь. Ты же Иисус, правда? Он сказал, возьми и подержи мою руку. Это меня сильно ударило. Ударило меня твердой, вернее. Разве мы не являемся Иисусом для мира? Или мы не должны быть им? Он сказал мне, где ты был? Вот это именно то, что говорит мир, где вы были? Я искал вас, где вы были? А в это время мы заботились о себе. Мы не заботились о Божьем людям. Мы заботились о себе. И потом Он говорит, можешь руку мою подержать? Вот что мир просит у нас. Позвольте мне подержать вашу руку. Позвольте мне узнать, что Христос настоящий. А мы говорим, приятно было познакомиться, до свидания. Где вы были? Вот это настоящий вопрос. А не тот вопрос, как быть миссионерами. Будем ли мы христианами? Нет, станем ли мы христианами? Мир вас ожидает. Не вас с вашим эго. А вас, как любящего слугу. Который сможет подержать руку брата или сестры. Который ищет Христа, который одинок. Который умирает в этом ужасном мире. Который является одним большим рок-концертом. Который не позволяет вам и слышать Бога. Где вы были? И поймите, что в день нашей смерти Господь спросит, а где вы были? Я был голоден. Вы мне не дали ничего есть. Я жаждал. Вы мне не дали ничего пить. Я был одинок, и меня не посетили. Я был в тюрьме, и вас там тоже не было. Мы спросим, Господи, когда? Он скажет, когда вы не посетили брата или сестру, их не накормили. И не накормили меня при этом. И он потом скажет, отойдите от меня. Я не знаю вас. Или он нам скажет, хорошо сделано. Добрый и верный раб. Он скажет, слуга. Хороший и добрый слуга. Войди сейчас. В радость своего отца. В радость своего отца. Что мы услышим? Я знаю, что мир хочет слышать. Я знаю, что я хочу слышать. А вы — это именно те, которые можете сделать, чтобы это слышали. Прежде чем мы продолжим, может какие-то вопросы появились по первой части? Может быть бросить несколько бомб? Вопрос такой, что вторая заповедь Христа гласит, что вот люби ближним, как самого себя. Случается критерий любви к ближнему видим в любви к самому себе. Как понимать исполнение этих слов Евангелия в любви к самому себе? Мне просто размышляя на этот вопрос возникает... Чуть-чуть, чуть-чуть, помедли, помедли. Я просто не такой способный, как вам вхожусь. Я человек слабый. И исполнение слов любви к самому себе, размышляя, я видел в том, что Христос дал первую заповедь — «любить Бога всем сердцем». Любовь к Богу всем сердцем есть исполнение заповедей «люби к самому себе». Ты даруешь любовью к Богу себе вечность с Ним. И, соответственно, получив любовь, исполнить любовь самому себе в Боге, ты это можешь дать ближнему, призвать его к Богу. Я не знаю, каким образом мы смогли вот такое сплести. Позвольте мне ответить, что я понимаю. Позвольте мне объяснить, как я понимаю, у нас даже не предложение, а повеление Бога, что мы должны любить Бога всем своим сердцем, не частью, не частью, всем своим сердцем, всем своим помышлением, всей нашей душою, всей нашей волей и ближнего, как себя. что это подразумевает, означает это то, что вся цель существования человека это общение с Богом. И только потому, что Господь Бог является любовью, как говорит Святой Иоанн Апостол, мы должны научиться любить, для того, чтобы стать этой любовью, и мы можем стать одним с Богом. Потому что мы любим Бога больше всего, потому что Господь Бог больше всего. Если мы еще это не поняли, то то есть все, что есть, только Бог. Все остальное только приходит от Бога, это частью Бога является, отражением Бога, но только есть Бог. После этого сказано, люби ближнего, как самого себя. Многие из нас, которые являются эго-маньяками, себя любящими, дураками, так скажем, мягко. Когда мы слышим, люби ближнего, как ты любишь себя, мы слышим, прежде всего, люби себя. И при этом люби ближнего. Это, 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 этого не означает. Означает это то, что вот эта постоянная одержимость самим собою, любовь к себе, саможеление и желание только себя, вот эта эго-мания, в которой мы живем все время, никогда ни одной секунды не проходит, когда мы думаем, чтобы мы о себе не думали. Мы пытаемся исполнить каждое свое желание. Вы с кем-то говорите, что у меня зачастало. Я устал, жарко окно, холодно, закройте окно. И мы начинаем кого-то слышать и начинаем засыпать. Мне достаточно уже. Все обо мне. Нужно взять всю вот эту неимоверную энергию, которую, как бы не прекращаясь желание самого себя, ее нужно развернуть и отдать ее ближнему. Всю эту энергию, все это время, все это одержимость любить ближнего, нежели чем себя. Вот что это означает. Можно вопрос задать? Скажите, пожалуйста, вот про Америку, Россия, как бы, ну, что войны ведутся иногда и такие, как бы, захватнические... Скажите... В России, мы имеем в виду, что Америка leads в wars that are conquering wars and they are taking over. Wait, wait. Америка... Сейчас, секунду, секунду. Америка организации war Америка организации war emphasizes the wars they're taking over. That's the first part, translation. So, вот, Америка start the wars everywhere to take over. Церковь призывает людей как бы... Амниться, и... Молиться... как бы, вот, призывает властей to call authorities for peaceful actions, а вопрос в чем? Правильно, правильно, это заявление, не вопрос. Простите, Ради Христа, вот Россия, я понимаю, что мы вели в основном всегда оборонительные... В России мы имели в первый раз, чтобы не было в первой войне. А это тоже как любовь. Любовь, война, это же... Я понимаю, американцы нападают и не защищаются, вопрос в чем нужно сделать. Церковь за это молится, можно все объяснить. Молится, да. Церковь призывает... Такая американская? Да-да-да. Вы пытаетесь сказать, что американцы являются грешными? Нет, все равно. Люди являются агрессивными, а не только американцами. Нет такой вещи в глазах Божьих, как американец, как русский, как поляк. И что-либо другое. Мы являемся детьми Божьими. Он видит каждого из нас, как свое чадо. Если Он бы видел нас, Он видит нас одинаково. Почему мы себя одинаково не наблюдаем и не видим? Из-за нашего греха. Я с уверенностью могу сказать, что национализм это не верю. Я не верю, что это добродетель. Он не объединяет людей, он их разделяет. Политика – это как бы друг дьявола. Господь Бог – это не политик. Мы не нужны этого греха. Нам этот мусор не нужно. О чем мы говорим? Достаточно было сделано для того, чтобы… Я вам даю гарантию того. Я не знаю, что у нас примерно 400 миллионов человек в Америке живет. Я уверен, что мы сможем просто как бы сопоставить агрессивно любящих войну в Америке. Для каждого американца вы сможете найти, что это политикой. Что это? Что это? Он любит войну. То есть на каждого, вот искренне, сильно желающего войны в Америке, может быть такого же, сильно желающего войны в России. Я могу такую же вот совпадающую параметку в России. Это ничего не означает. Американцы – это прежде всего люди. И русские – это тоже люди. Господь Бог нас говорит, что надо искать общее, а не то, что нас различает. Пропаганда – это работа дьявола. Да не беспокойтесь о войне. Нам придется стоять перед Богом и всем просить прощения. Только частями, ладно? Я глупый человек, понял, а? В начале церковной жизни это горение, а с течением век происходит охлаждение. So they were burning in the beginning, and then they cool down as the years progressed. First, when we start with faith, we're burning. Then we're cooling down in the years. По многим причинам. Из-за какого-то однообразия, из-за несоответствия… Из несоответствия того, что слышишь, и того, что видишь из-за полной жизни. It doesn't match what you see, what you hear, what you see inside the church. Wait a minute. I didn't understand that. Could you repeat that? I'll answer it. I'll answer it. I'll answer it. Various reasons to that. Number one. What you know and what you see in the church doesn't match. And what you hear from them, it doesn't match what the real situation is. Are you saying to me, what is the ideal of what the church is? The ideal. То есть, вот сам идеал церкви, да, он не совпадает с тем, что вы увидите… It doesn't match the reality. You don't see it lived in reality. То есть, вы не видите вот это проживаемое в реальности. Правильно? But look at yourself and look at me, of course. Посмотрите на себя и посмотрите на меня. Поэтому и не получается. Мы как бы… Вот, катастрофа с вами. Вы и я пойдемте в зеркало посмотрим и друг друга испугаемся. Мы проваливаемся с жалкостью. Церковь не свята, потому что как бы мы там можем быть святыми. Мы не делаем церковь святой. Христос делает церковь святой. Христос делает церковь святой. The church is holy because of Christ, because Christ is holy. Церковь свята, потому что сам Христос святой. And we are only truly part of the church, а мы являемся только по-настоящему частью церкви, when we strive to be holy. Когда мы боремся за то, чтобы быть святыми, мы стараемся. Когда мы имеем общение с Богом, мы становимся святыми. Христос берет хлеб посвященный после молитвы Господней. Он его возносит и говорит святая святым. Святой это здесь Христос, тело и кровь. А когда вы в этом принимаете участие, вы не делаете себя святой. Иисус Христос делает вас святой. Вашим вхождением в Его тело и в Его кровь. Это вот как мы становимся святыми. Будучи одним со Христом. Чем больше мы остаемся собой в отдельности от Христа, тем меньше мы святы. Практические советы я так поняла. От уныния это чаще причем. От уныния это чаще причем. От уныния. От уныния происходит от гордости. Будьте аккуратны. Как вы можете впадать в уныния, если вы доверяете Богу? Вы впадаете в уныние, если вы не получаете того, чего вы хотите. Правильно? Я вспоминаю мою маму, она женщина жесткая. Прекрасная, но жесткая. Один раз мы пришли из церкви, И я о ком-то сказал некоторый комментарий выдал, кто не был в церкви. Мама взяла вот это. Плоской частью своей ладони была у меня в ухо. У меня голова звенела. Если бы ты молился, и смотрел бы на свои собственные грехи, ты бы не знал, кто был в церкви, а кто бы не был в церкви. У меня мама была мудрым богословом. Вы бы не увидели отсутствие святости, если бы вы смотрели на святого. А вы не на святого смотрели. Вы смотрели на других людей. Смотрите на источник святости. И вы станете святыми, и в это все увидите святости. Не ожидайте чего-то от других того, чего сами достигнуть не можете. Когда мы станем совершенными, и тогда мы сможем с вами говорить о тех, которые не совершенны. Если вы совершенны, и вы любите, и вы при этом никогда не осуждаете. Осуждение – это знак того, что мы еще не достигли совершенства. Возьмем такой пример, что, например, вы заболели, и вы при этом христианин не православный, но вы хотели быть христианином православным. И вы зовете священника, находясь в больнице. У вас остается всего несколько моментов в жизни. Священник должен исполнить все молитвы? Должен священник будет при этом три раза вас окунуть в купиль? И если он даже возьмет на свой палец и помажет вас крестом, святой водой во имя Отца и Сына и Святого, пока вы не умерли. Форма является важной, но форма не является сущностью. Мы должны помнить, что форма всегда служит вот этой вот сущностью. А мы можем быть потеряны во внешних вещах, никогда не выполняя внутреннее. Я вспоминаю в один из дней, что я закончил тургию, в которой я служил, я служил первую раннюю литургию. И мне нужно было исповедовать тех, которые поздно прибыли. И потом должна была литургия начаться поздняя, с ракомнославянского. Одна женщина, она очень благочестиво стояла перед иконой в храме. Другая женщина зашла в храм, которая была с сумками после покупки. А женщина зашла в молитву. Она ей подарила такой некрасивый взгляд. Как ты смеешь прерывать мое святое время? Я подумал, что происходит? Она молится себе или Богу? А мы делаем это постоянно. Мы рассержены грехом брата нашего или ближнего нашего, не рассержаясь грехом своим. Мы не терпеливы к недостаткам ближних, но терпеливы к своим собственным. Господь Бог говорит, будь последним. И будь первым, будь первым. Что это означает? Что ты должен понять, что ты ничего, кроме того, что такой законченный грешник. Единственное место после того, как ты это понимаешь, это только вверх. Поэтому каждый является лучшим, чем ты. Зачем осуждать? Мы судим только потому, что мы считаем, что мы лучше кого-то. Я думаю. Я так думаю. Хорошо. Мы имеем книги, и я имею книги, и давайте посмотрим, что мы можем сделать. Сейчас, сейчас. Вот и ты, ребят. Как вы относитесь к приверженности русско-православной церкви старославянскому? Я бы справил церковнославянскому. Не говорите старославянскому, говорите церковнославянскому. Что я думаю в отношении церкви церковнославянскому языку? Церковь – это наша мать. И церковь – наша учительница. А я – нет. Поэтому, если церковь определяет, что нам нужен церковнославянский язык, мы пользуемся церковнославянским языком. Слава Богу! А какая в чём здесь проблема? Многие были спасены через церковнославянский язык. Я был в церквах, где даже не понимал, на каком языке там служатся. И я знаю литургию. И я причастлив святых христовых тайн. И как бы эта литургия не была другой, нежели как я понимал на своём родном языке. Потому что язык церкви – это молитва. Если вы не совершаете молитвы, не важно, каким языком вы при этом пользуетесь. А если вы совершаете молитву, то как раз тут совершенно не важно, какой язык при этом вы используете. И гораздо лучше быть послушливым церкви, нежели чем позволять своему сумасшеству при этом говорить «я бы хотел на английском языке». Вот как, допустим, у нас леди говорила… Когда ты что-то понимаешь в своём собственном рассудке, ты при этом становишься внимательным. Когда интерес пропадает, медленно это тоже пропадает. Потому что ты больше как бы не развлекаешься при этом. И твое любопытство больше никуда не идёт, оно постепенно угасает. И при этом он как раз неважно на каком языке литургия, потому что мы всё равно не обращаем больше внимания. Всегда требуется деятельное участие. Невозможно пассивно совершать молитву. А что вы понимаете под словом «молитва»? Как вы понимаете молитву? Это хороший вопрос. Это длинный вопрос, но я буду делать это, пока мы уходим. Простите, длинный вопрос, я обязательно не отвечу. Вы меня потом обязательно в этот вопрос дёрнете напоследок, ладно? Как можно любить ближнего и убивать его на войне? Вопрос такой здесь был. Как можно любить ближнего и убивать его на войне? А как вы можете любить мужа и жену, при этом говоря, что вы их ненавидите? Да? Да. То есть вот эти две вещи совершенно несовместимы – любить и ненавидеть. Невозможно. Сейчас я говорю своё собственное мнение о неучении церкви. Не подвешивайте меня за ересь. Я не могу понять, как любая война может быть больше, чем война. Я не могу понять, как убийство может быть любовью. Вот это я не понимаю. Я не верю в то, что существует как бы просто война. Не верю. Господь Бог сам не сопротивлялся. Мы можем пойти в такое большое и серьёзное обсуждение в этом направлении. Я верю, что если каждая христианская личность выполнила бы задачу не любви к себе, а любовь к ближнему, у нас бы не было тогда достаточно церквей, чтобы позаботиться о каждом человеке, который хотел бы быть христианином. Если бы мы по-настоящему любили его Христос, нам не нужно было бы говорить и слово о церкви. Все бы это увидели. Я думаю, что я бы хотел использовать следующую ссылку. Мы живём сегодня. Никто не живёт в завтра. Вчерашний день прошёл. Он больше не существует. Мы не можем ни изменить, ни как-то подправить то, что произошло вчера. Это сделано всё. А завтрашнего дня у нас нет гарантии. Мы можем иметь только дело сейчас. Почему бы нам не становиться святыми сейчас? Потому что мы не думаем в категории сейчас. Нам кажется, что у нас есть вечность для изменения. Но это всё, что мы имеем. Если сегодня призовут вечером. Это конец мира для вас. И не важно, когда будет второе при этом пришествие. Для вас сейчас, если сегодня вас зовут. Готовы мы сейчас своё собственное существование представить Богу? Если нет, почему мы теряем время? Нельзя жить в раю завтра, в раю, только сегодня. Нельзя любить своего брата или сестру завтра, только сейчас. Мир нуждается в ваш сейчас. Мир нуждается в ваш сейчас. А не когда вы вырастите. Чтобы это не означало. Что мы можем сделать с антихристианской культурой в церкви и в храме? Вопрос такой. Батюшка, что делать с прогновением антихристианской культуры в церковь и в храмы? Это надо продолжать и вычитать. Три вопроса нам нужно сейчас по одному. Нет ничего более сильного, чем любовь. Поэтому, если мы живём внутри, для и со Христом, если Господь Бог с нами, кто может быть против нас? Проблема стоит в том, что мы не живём в христианской жизни достаточно сильно. Поэтому это тот мир, который мы любим очень сильно. Он заходит в нашу жизнь и забирает то, что мы имеем. Все эти культурные влияния, которые не являются христианскими, они приходят к нам, потому что мы любим мир. Если молодой человек влюблён в молодую девушку, если бы он ожидал целый месяц для того, чтобы увидеть молодую девушку, и у него есть только два часа, чтобы с ней попасть, и это только то, о чём он думал весь месяц, он никого не увидит больше. Женщины будут проходить мимо, и он их даже не заметит, потому что его внимание полностью контролируется тем, кого он любит. Если мы будем любить Христа, и мы будем приходить в церковь, потому что это является центром нашей жизни, что тогда может забрать наше внимание от Христа? Только то, что мы любим больше. или только то, что нам приносит больше удовольствия, что означает любовь к себе в другой форме. У нас есть анти-церковная культура, которая проникает в церковь, потому что мы живём с грехом, мы любим мир, мы любим себя, и мы это приносим туда, куда бы мы ни шли. Нам нужно быть сильнее и при этом любить Бога, любить ближнего, и тогда наши общины поменяются. И также вопроса продолжается. то, что это не смешно. как и в апреле, в том числе, в том числе, в том числе, что люди используют, не могут подпочечь. Я вот здесь вот продолжаю, тут написано, настоящая мода продиктована антикристианским духом, и вообще как можно совместить сегодняшнюю вот эту современную одежду с целомутрием. Внешнее всегда помогает. И мы это имеем. У нас есть внешнее, и мы любим внешнее. Если кто-то богатый и властный, они не удовлетворены тем, чтобы у них пришло много денег. Они более удовлетворены, если вы знаете, что у них есть деньги. Поэтому они одеваются соответственно для того, чтобы знали, что у них есть деньги. Они одевают дорогую одежду, имеют дорогие украшения, ездят на дорогих автомобилях, живут в дорогих домах, потому что они хотят, чтобы все знали, что они получили. Никому не нужно дома больше, чем как мы в этом нуждаемся. Но любовь к себе, вот этот имидж, который создается при этом, он требует великих вещей. Поэтому когда люди покупают, они хотят, чтобы выглядеть важным и показать, что они богатые. В нашем обществе сегодня, один из важнейших, один из главных товаров, которым мы пользуемся, это то, как мы выглядим. Как ты выглядишь, дает определенные преимущества или непреимущества в мире, который основан на удовлетворении себя. Если вы красивы, и люди вас желают, то есть вы получаете больше власть и получаете то, что вам хочется, нежели к другим, тех, которых не желают. Если вы просто красивы, а другой, он некрасивый, но при этом ужасно богатый, получается обычно вот эти некрасивые и богатые обычно перепрыгивают через красивых и бедных, побеждают. Когда вы видите людей, одетых, с целью сделать дисплей, показать себя, то есть это просто, они любят себя. Я всегда улыбаюсь, когда я вижу, я сегодня на женщин, на женщин не хочу нападать, потому что мужчины одинаково глупы в этом направлении. То есть получается, что когда женщина одевается вот так, другая половина за ней при этом гоняется, это одинаково глупо. Я смотрю, когда женщины, у нас тут эти сумасшедшие тупы, они едва могут идти по улице. Им неудобно, они хотят, чтобы вы их видели. Я спрашиваю, как вы можете вообще такие обуви-то гоносить? Они не беспокоят, мне не нравится. И наше тщеславие, оно откладывает всякую нашу интеллигентность. Я женщинам говорю, вот так, вы должны одеваться. И я говорю, вам так не надо одеваться, потому что вы будете интересовать людей в таком, чтобы как бы не надо их заинтересовать. Ответ такой, комментарий, я не одеваюсь так для кого-то другого, я так одеваюсь для себя. Да, уверен, ага. Сложно играть. Если вы хотите увидеть, как они одеты, позвоните в субботу утром в любую квартиру. Не будет пять килограммов косметики вот этой одежды. Может быть, знаете, что в Америке... ...что местные аборигены, да, да. ...they were given the name Indians by the settlers, but they're not obviously Indians. Ну, как бы их им назвали, дали имя индейцы, да, которые не имеют. The early settlers thought they had landed in India. Первые переселедцы думали, что они высадились в Индии. They were Russians who got off track and thought they were in India. They got off track and thought they were in India, and they were in America. Если, например, это русские, которые сошли с тропы и подумали, что они не индейцы, но это, видимо, шутка была. Собственно, они называли индейцы. Но индейцы красили, помните, да, вот, раскрашивали... ...когда они шли на войну друг с другом. ...they had certain designs to put on their... ...so we called it war paint for them. Да, ну, боевой раскрас, понятно. So I always tell the women that they're going to war, they got the war paint on. И я всегда говорю, что женщины выходят на тропу войны, когда наносят этот боевой раскрас. ...они выходят убивать. Мы должны уважать то, кто вы есть. И скромность и чистота начинаются в сердце. Если этого там нет, неважно, в чем ты ходишь. Ты всегда покажешь то, что находится внутри. Вы подумаете, что одежда монашесущего означает то, что она должна не показывать пол, она такая нейтральность. Она должна всем показывать смерть миру и простоту. Мы видим монаши, которые ходят в шелковых рясах, в очень хороших рядах, в очень хороших рядах, причем, кстати, колоннам. ...причем, кстати, колоннам. И мы говорим, а какой смысл этого? Я не критичу, я спрашиваю, просто смысл. Это выглядит смешно. Я, допустим, встречал некоторых монахинь. Я видел, как некоторые подрясники пошиты, чтобы монахини выглядели хорошо. Даже скромная одежда может выглядеть не так, как нужно, если она неправильно носится. Я вырос рима-католиком. Одна из моих племянниц была монахиней католической. Она была частью общины очень большой монашеской. Это была международная группа. И штаб-квартира, которая называла вот этот материнский дом. У них в одном месте проживало 800 сестер, которые готовились. Они носили совершенно одинаковую одежду. Одежда никак не изменялась. Совершенно одинаковая. Церковь была длинная там. Сестры стояли лицом друг по другу, как антифонный ход. И потом они разворачивались лицом по алтарю. 400 слева и 400 справа. Мы находились на балконе сзади церкви. И моя племянница говорит, посмотри, вон там Кэрол стоит. Мы ходили вместе в школу, потом вместе пришли в монастырь. А все, что я вижу, это вот заднюю часть. Она говорит, как ты можешь определить, что это Кэрол? Я говорю, море черного. Как ты можешь это увидеть? Женщина всегда знает какую-то женщину. Я могу сказать, что по одной заколке она может определить, что это Кэрол. Поэтому нет никакой чистоты или скромности, если человек является тщеславным. Потому что тщеславие всегда зовет к тому, чтобы выделяться. Как мы одеваемся в церкви? Есть же люди старой веры, да? У них там одежда есть для церкви. И все пытаются рыть одинаково в церкви. Чтобы не было раздражения, бедный, богатый, старый, молодой. Что-то в этом есть хорошее. Кроме того, что... Except you don't carry it home. You don't take that with you when you go home. You change into your worldly life. И получается, что плохо только это то, что они эту одежду меняют, когда в мир уходят. Нам нужно интегрировать, что мы делаем, и в то, что мы верим. А мы это хорошо не делаем. Мирянин, женщина, как я могу молиться, так чтобы мои слова не были пустыми, как вы сказали. Прежде чем миссионисты, человек должен иметь подвиг. Что такое подвиг в миру? Как бороться с гневом? Как добиться от своих детей? Дисциплины хорошей дисциплины. Ответ на все вот это, всему, это любовь. Если вы любите, вы при этом не злитесь. Не гневитесь, потому что гнев это любовь к себе. Сколько вашим сыновьям? 23, 12 и 2. Господь поможет нам. Надо было научиться тому, которому уже 23. Не важно, насколько сильно мы будем пытаться. Все, которые пытаются нас узнать, после некоторого промежутка времени, научаются и узнают, кто мы на самом деле. Это не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. И если мы говорим о Боге постоянно и говорим о религии, а живем согласно этого мира, и они также будут жить согласно понятию этого мира. Поэтому, если вы станете святой, так же и ваши сыновья. Не говорите ничего, просто делайте. Может быть, только маленький. Маленькому нужно говорить. Тот, которому 23, он уже сам все то же самое вам скажет. Не говорите ему ничего. Для него это могут быть пустые слова. Потому что вы помогли ему выбрать мир. А мир ему дает награду гораздо более быстрее, чем вы говорите. Вы его отправили в мир в школу. Вы ему сказали, что образование это важно. Вы его научили тому, что нужно получить хорошую работу, купить хороший дом и рассказать о важных вещах. Сами рассказали. И вы сами ему сказали, что вещи этого мира являются более важными, нежели их души. То есть он был хорошим студентом. Он получил пять. Потому что он сделал именно то, что вы ему сказали. Когда пытаешься отказаться от эгоизма, то в какой-то момент силы кончаются. Хотя и просишь Бога их дать. Есть ли грань между служением Богу и людям и личной жизнью? Слышите ли вы сами противоречия в этом вопросе? Нет? Как ты можешь любить и считать, сколько это будет стоить? Как ты можешь служить и иметь жизнь частную? Здесь конфликт. Здесь конфликт. And both those statements is, where am I fitting in? В этих обоих заявлениях, а как-то я, где я-то попадаю? Если я люблю, где лимит этой любви, да? Тогда, значит, если такой вопрос задается, то ни одной вещи о любви вы не понимаете. Если я служу вам, а где моя частная жизнь? У вас нету своей жизни, если вы служите. Мне показалось, что это как бы очевидно совершенно. Сейчас мне позвольте на вопрос этого человека ответить, потому что ты на меня так смотришь. Тебе пора уже замолчать, пора идти по домам, потому что мы устали. И я сейчас отвечу на вопрос, и тогда мы, если вы захотите разговаривать дальше, мы будем разговаривать. О молитве, да? О молитве, да? О молитве. Сейчас о молитве. Потому что это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос. Это серьезный вопрос. Молитва. Молитва. Святой апостол Павел говорит нам, что мы должны молиться непрестанно, означая того, что мы не должны останавливать молитву. Как вообще в мире можно не останавливать молитву? А как насчет меня? Если я всегда молюсь, как я позабочусь о себе? Как я могу думать и молиться? Как я могу учиться и совершать молитву? Это тот вопрос, который мы задаем. Это становится просто, если знаете, что такое молитва. Когда вы задаете вопрос, как это может быть возможно молиться постоянно без... не молиться непрестанно? Этот вопрос говорит, что вы не знаете, что такое молитва. Когда вы задаете такой вопрос. Здесь вот сейчас я вам дам определение молитвы, которое поможет вам понять, как совершать молитву непрестанно. Молитва Молитва это осознание и понимание то есть осознанное понимание присутствие Бога. Подумайте об этом. Молитва это осознанное внимание присутствие Бога. Присутствие Бога, оно дано, оно всегда здесь. Нет такого места в творении, где бы не присутствовал Бог. Это именно мы, которые не присутствуем при Нем, а Он при нас присутствует. Мы настолько заняты самими собою, что мы перестаем думать о Боге, а думаем только о себе. И как же это возможно, мы говорим. Думать о Боге, если все, что я думаю, думать только о себе. Вынужден вам рассказать историю. Я рассказываю о молодом человеке, который пригласил девушку, ну, видимо, на свидание. Она была хорошая девушка, он был хорошим парнем, они должны были встретиться, наверное, может, у них получилось бы создать семью. Он ее приглашает на ужин. Вечер прошел, и как бы ничего не произошло. Через неделю я спрашиваю, а как свидание-то прошло? Разве она не хорошая девушка? Вы как бы собираетесь еще встречаться? Он говорит, нет. Я говорю, что произошло? Когда мы пришли на ужин, мы разговаривали. О чем, я не помню предмет, о чем-то разговорил. Она повернулась ко мне и говорит, давай поговорим о чем-нибудь интересном. А он говорит, о чем? Она говорит, а по мне. Он сказал, что вот на этом свидание закончилось. Вся ее жизнь была бы, давай поговорим обо мне. Многие из нас такие, мы просто об этом не говорим. Мы более, как бы, жесткие в этом. У нас есть разные пути, чтобы к этому привести, об этом можно не говорить. Если вы хотите узнать, насколько люди эгоистичны, иногда в большой аудитории людей, все говорят, все взаимодействуют, возьмите одного человека, отведите в угол. И таким голосом, который слышен, не сильно громкий голос. И начните тихонько говорить, и назовите имя вот этого человека, который стоит в углу там. Достаточно так, чтобы он имя услышал, но не понимал, при чем это разговор. И вот мгновенное его внимание, вот из этой аудитории, будет вот там. Потому что мы все одержимы собой и тем, что о нас думают другие. И вот из всей этой аудитории, да, можно привлечь внимание его, просто название, именем. Даже не завяя его, а просто его упоминать. Это показывает, насколько мы честнавны. Какие мы эгоисты. В молитве, если вы распознаете, что молитва – это осознание Бога и Его присутствие в жизни здесь, как жизнь изменится? Давайте возьмем пример. Вы и я идем по дороге. Мы друзья, мы разговариваем. Некоторое время, во время этой прогулки, мы не разговариваем. А некоторое время прогулки, мы разговариваем. Если мы идем, мы же осознаем присутствие друг друга. Мы же у нас, как бы, у нас есть какая-то коммуникация. Я же не должен тебе все время трясти, говорить, ты здесь? Со мной это нужно делать, ты здесь. Иногда ты видишь, посмотри сюда. И ты этим хочешь, чтобы человек был с тобой там, где ты. Люди думают, что я лунатик, конечно. Я, конечно, так и мугляюсь. Люди, когда я ходу в улице, я когда иду, благоставляю машину людей, Бог благословит эту машину этого человека. Нужно с Богом ходить везде. Он там. И если вы распознаете это присутствие, и вы будете жить по-другому. Вот это молитва. Есть формальные молитвы. Это ваш день рождения. И мы друзья, и мы все время говорим. Я могу вам просто карточку написать и отправить ее по почте. Потому что я хотел, чтобы вы были счастливы, когда вы получите от меня записку или карточку. Но я же с вами говорил при этом. А карточка — это формальное выражение наших взаимоотношений. Молитва, которую предлагает церковь, это молитва святых людей, которая разговаривает и разговаривает с Богом. И в связи с тем, что они были настолько близки к Богу, мы используем их молитвой для того, чтобы осмысливать присутствие Бога во всем, что мы делаем. Но ваша молитва она не делает Бога присутствующим. И ваша молитва делает ваше присутствие в присутствующем Богу. Is that alright? Was that enough? Достаточно? Did you get it? Are you going to pray now? Are you praying now? Yes, good. Могли бы вы поделиться тем, как вы переживали или ощущали Христа в своей жизни? Вот здесь? Даже слова говорят. Здесь? Если это не Христос, вот здесь опыт Христа, то где? Если я не ощущаю Христа с вами, а вы не ощущаете его со мной, то какие мы же слепые? Вы думаете, что я сюда приехал из Нью-Йорка, чтобы сюда прийти не ради Христа? Тогда вы сумасшедшие. Он здесь. Он здесь. Просто надо как бы в соседнюю дверь войти и сказать привет. Вон там тоже привет. Where's the lady? There she is. I'm sick and tired of hearing you. You're sick and tired of hearing me? I hope. Father, stop that. That's not fair. Father, скажите, как часто нужно причащаться православному христианину, выцерповленному? Tell us, how often, how frequently the author of the Christian is church teaching for a day to you? How often should you sin? Как часто вы должны грешить? Как можно меньше. No, not how often do you. How often should you. How often should you sin? Как часто вы должны грешить? We должны. Exactly. Never. If you never sin, you should commune all the time. Because there's nothing to stop you from commuting. So what you need to do is change your life so that you don't sin and you're able to take Holy Communion every single time you go to live. That's the goal. Not how many times do I commune. What is wrong with me that I sin and don't commune. And don't commune. That's the question. That's the question. Change that and there will no longer be an issue. And then there will no longer be an issue. and there will no longer be an issue. Well, if you have a desire Don't sin. Don't sin. If you desire if you desire if you desire God do what God says. Do what God says. Don't love yourself. love God love your neighbor love your neighbor love your neighbor and go to Holy Communion and start to the Holy Spirit and the Holy Communion. What do you mean by the word that is wrong? How do you understand sin? Sin is choosing yourself over God. Sin is choosing yourself over your neighbor. это выбирать себя нежели выше своего ближнего. is choosing yourself. Грех это выбирать себя. Being selfish. Быть себя любимым. The only sin is not to love. The only sin is not to love. And not to love is to love self. So all the manifestations of sin murder hate lust lust adultery hate whatever those are all self-love love not loving your neighbor not loving God but loving yourself. The minute you hear yourself say what about me you know you're thinking you know you're thinking. You know you're thinking. Okay now let me ask you a question. How do you change? How do you change? How do you change? you're supposed to learn that in the last two hours. You don't curse each other. How do you not curse each other? а как вы не ругаете друг друга? ты плохо что-то сделал, а раньше по молодости такие словечки были... если я ненавижу вас и я вам не говорю, что я вас ненавижу это означает, что я вас ненавижу? я не говорю, что я вас ненавижу, а я просто так считаю это означает, что это хорошо, если я это не говорю? да, лучше сказать но это же самое это же самое это же самое как мы меняемся? боремся с любовью к себе как мы меняемся? боремся с любовью к себе трудно с любовью к себе изменяя направление любви к себе изменяя направление любви к себе но теперь вопрос стоит, как мы это делаем? я хочу, чтобы вы до того момента, когда я уйду, это поняли как вы приобретаете дисциплину в вашей жизни сказать нет тому, что не является для вас хорошим как вы приобретаете дисциплину сказать своему желанию не моя воля, а твоя как вы доходите до этого до этой точки let me ask you вопрос как вы доходите до того пункта или точки как вы доходите до того пункта или точки вы должны сказать нет тому, что мы много спим мы должны сказать нет сигаретам нет алкоголю нет алкоголю нет перееданию и мы должны научиться говорить правильным вещам а нет неправильным и научая себя вот этой дисциплине знать говорить нет злому и говорить да доброму и тогда вы здесь убьете монстра любви к себе это единственный путь это единственный путь я закончил нет нет да просто задать вопрос будьте ли это угодным Богу что угодно Богу то что я мереваю сделать что я пытаюсь сделать что я хотел сделать чтобы please be the Lord что я хочу сделать что я прожаю что вы хотите делать Смотрят, что собираетесь делать. Это был ответ на вопрос. Это ответ. Я как бы плохо соображаю. Я как бы плохо соображаю. Сейчас, еще раз. Я тоже как бы, когда перемешаю, я не думаю. Как вы боретесь? Вот это был ответ. Мы спрашиваем вот. Как вы боретесь? Как вы боретесь? Как вы боретесь? Как вы боретесь? Понятно. Теперь я понял. Я знаю людей, у которых мышление слегка странновато. И они думают, что если они позаботятся о себе и себя, это будет приятно Богу. Нужно иметь правильное понимание. Вопрос, который нужно задавать. Что это для моего спасения? Что меня спасет? Что меня спасет? Нет, спасет ли это меня, видимо. Так же. Я устал. Я работал весь день. Простите, я устал. Я работал весь день. Я реально хочу отдохнуть. Я всегда держу мои глаза. Я всегда держу мои глаза. Что, разве мне нужно молитву совершать? Или мне нужно спать ложиться? Что для моего спасения? Что помогает моему спасению? Сон? Или молитвенное правило? Я очень устал. Я очень устал. Я завтра сделаю это. Вот вам, пожалуйста. И здесь рассмотрением было не мое спасение, а было рассмотрение, как я себя чувствую. Я очень устал. Вот это становится схемой моей жизни. Я не делаю ужасных вещей. Я просто не делаю правильные. Но при этом я и не делаю вещи правильные. Потому что, если делаю я хорошее или делаю я плохое, там всегда рассмотрение только меня. Если я выдал кому-то большое количество денег, потому что человек болен. Это хорошая вещь. Но для меня, может быть, это нехорошо. Если я при этом отдаю и говорю, что это я отдал, что это были мои деньги, и я вам отдал, и от этого вам стало хорошо, и я забыл, что все, что сотворено, это Божье, а не мое. У меня нет никаких прав ни на что, больше, чем я нуждаюсь. Если у кого-то нет ничего, или в чем-то не нуждаются. И это благословение, чтобы отдавать. То есть в этом случае я думал только о себе. Даже если я хорошее что-то сделал, вот с таким пониманием, это нехорошо для меня. Что мы должны сделать для того, чтобы стать хорошими миссионерами? Миссионерами. Все должны молиться. Даже не миссионерами. Миссионеры должны молиться. Миссионеры должны молиться twice more, stronger. Поможет. Что вы должны должны быть, расскажите мне это. Что вы должны быть в том, чтобы быть эффективными миссионерами. Слугами, христианами. Господь сказал, Станьте святыми, как отец ваш. Большая задача. Вот это что людям нужно в мире. Святость. Без святости Бога увидеть невозможно. Мы обязаны стать святыми. Вы много недель, будете побывали. Есть много, есть много, вопрос о холиле. Если есть возможность, поделитесь, пожалуйста, если есть возможность, could вы share примеры святой жизни, которые встретились вам на пути, чтобы это был мир или нет, то есть это бы не есть пример. Спасибо. Большое время назад, много лет назад, в 50-е годы, я поехал в Бразилию. Люди, у которых я останавливался, они меня спросили, хотела бы посмотреть Амазонку? Я ненавижу жару, но я хочу посмотреть. Там всегда жара. Никогда холодно. Но я хотел увидеть Амазонку. И мы поехали на пароходе. И мы поехали на пароходе. From the beginning of the Amazon, the town called Bethlehem, in Portuguese. На Португальском это город, Вифрием, от которого Амазонка начинается. 1000 miles by boat up the river. Тысяча миль, на вот этом пароходе, вверх по реке. To a town that was called Manaus. It was where the rubber capital used to be. When they were taking all the rubber out of the Amazon, the trees, and they were taking them to India and planting them all over the place. And they were taking them to India and planting them all over the place. But they became very rich with the mahogany woods and the rubber trees there. In the middle of the jungle, a thousand miles up the river, they had an opera house. They were that rich. But they were so rich, that in the middle of the jungle, they built an opera theater. So they said, would you like to see something beautiful? They said, would you like to see something beautiful? Of course. I said, of course. So they had dug out boats. There were big trees that were carved out. So they had dug out boats. There were big trees that were carved out. And they took us into the side streams of the river. And they took us into the side streams of the river. And we almost got eaten alive by all the bugs. It was incredible. They just cover you like a coat. So you didn't see much scenery. You were doing this the whole way. But we got to a settlement of native people. And they said, we want you to see something. They said? Yes. We want you to see something. And we went up the mud bank up into the little forest area there. And there was a large settlement. And there were Catholic sisters. who were running a leper colony. They had twelve hundred men, women and children with leprosy. And these nuns were French nuns. And they were there taking care of these people every day. And in the society at that time in Brazil, they were considered outcasts. No one wanted them. And I was very impressed they were doing this work. terrible climate, horrible conditions. And they kept everything very clean. And there was one sister leaning over a man, taking the bandages off his legs. And the flesh was dying, and he had gangrene in part of his leg. And his smell terribly, and... She was removing, and the flesh was coming out, she was cleaning him. And she turned around, and she was a beautiful young woman. She couldn't have been more than twenty-five. And a beautiful girl. And she was so kind, and so gentle. And she was so kind, and so gentle. Out in the middle of where no one wanted to be. And so afterwards, we met with the sisters, and they gave us tea. And I said to the young sister that was taking care of this man. I couldn't do that for a million dollars. She said, neither could I. I think she was holy. She was there, thinking only of others, not her son. No one saw her. People weren't saying, oh how wonderful you are. People weren't saying, oh how wonderful you are. She worked under unbearable conditions. She worked under unbearable conditions. With love and gentleness to people who could give her nothing. I think that's holiness. I'll tell you another one. There's a woman in New York. Who started out as a communist. In the early twenties. A unionist and a communist. And she met a man who was also a unionist. And he converted her to Christianity. And she and this man spent the rest of their lives serving the people who were least among the people. They set up houses of hospitality, they called them. They set up houses of hospitality, they called them. Where the door was open to anyone who needed to come in. Where the door was open to anyone who needed to come in. Whatever they had, they shared with everyone. And they worked with alcoholics. With anybody that needed help. And this woman worked from 1932. Until 1980. Serving the poor. She never bought one item of clothing in her life. And she never bought one item of clothing in her life. Whatever old clothes were donated, she would pick if she needed something. Whatever old clothes were donated, she would pick if she needed something. She died with not one penny. But all her life she took care of the poor. And when she died, over ten thousand people came to her funeral. And said that she touched them. They can't remember a single word she said. She never mentioned church or Christ. She just served them, loved them and said, God loves you. And I love you. And they knew she did. Everyone else would say, what religion are you? Why are you a drunk? She asked no questions. She just said, come in. Sit down. What we have is yours. Would we do that? So there are many holy people. But they're not icons. That's what happens when you're finished. On the way, sometimes we miss them. And I'll tell you another one. I'll tell you another one. There was a man who was Orthodox. His name was Luke. I met Luke. I met Luke. When I was serving in a church. I was assigned in this parish. And there was this older man that was at every single service. But he never took holy community. So after about the second month, I said to him, I said, what is your name? He said, my name is James. And I said, why don't you take holy communion? He said, I'm unorthodox. He said, what do you mean unorthodox? I said, you say all the prayers, you venerate all the icons, every church. He said, well, 33 years ago, I found the Orthodox Church. And I was just overwhelmed with the wonder of the church. He said, I had been a Roman Catholic. I am a Roman Catholic. And I asked the priest, he said, I want to become Orthodox. And when the priest found out I was Catholic, he said, oh, it's the same thing. He said, you don't need to become Orthodox. It's the same thing. He said, so, I haven't become Orthodox. So I said, well, you're going to become Orthodox. I went to the bishop and I said, I want to baptize this man. He said, well, people are going to be confused. He's been in church all these years and they think he's Orthodox. And then they're going to make judgments against the priest. He said, we'll go baptize him in another parish away from where he is. And he says, you baptize him and I'll be your altar, what the bishop said. So we went and we baptized him. And as we were doing the prayers of exorcism, tears were coming down his face. And then when he was baptized, he just was glowing. And he didn't want to take off his baptism and go back to church. He said, can I stay in church? He stayed three days in church. He didn't leave. He didn't want to go anywhere. And then, I'm going to get to where his holiness was. He was always holy. I said, why didn't you ask him to become Orthodox God? After the priest told you no. He said, because I didn't think God thought I was worthy. He said, because I didn't think God thought I was worthy. Can you imagine how we would push if we wanted something? So, he was an artist, a very good artist. He worked for the museum. He restored masterpieces when they were damaged. So, his hands were his work. And there was a gentleman that used to work with him in the museum. A man who had had a stroke and he lived alone. His wife was dead. His wife died. And so, Luke, we baptized him Luke because Saint Luke was the iconographer. And so, this man was living alone. And so, Luke was old and didn't drive. He was in his eighties. And he would take the train to the town where this man lived. Three days a week. And he would clean the man's house. He'd buy groceries. He'd fix food for him so he'd have food. He'd take care of his mail, his banking. He'd take care of his mail, his banking. Now he's in his eighties. And he would turn around and go back home afterwards. And one day he went down to take care of this man. He did shopping, he was carrying the bags. And some young man said to him, sir, you look like those, they're very heavy, let me help you. And he walked Luke to the house. And he went inside with the bags. And then he beat him. And he robbed him. And he beat and robbed the man who was in bed. And he died, the man who had a stroke. And the man who had a stroke. And Luke fell down on the ground and laid on his arm for three days. Until one of the neighbors said, if they hadn't seen anybody, they checked. And they had to take his arm off. And Luke asked me, did they find the man who did it? And I said, yes. And he said, what was his name? And I said, I don't know. And he said, could you find out? And I thought, oh, I hope he's going to get angry and try and get revenge to this man. And so I gave his name. And he said, do you know if he's orthodox? And he said, you know, we have to love everybody. And he said, can you imagine the suffering? And somebody that would do something like that. And he said, we really have to pray for him. And he said, we really have to pray for him. I think he was a holy man. Can you imagine how all that happened to you? And all you want to do is see, how can you help the man that did it to you? And when you think about how to help the person who did it. So it's really nothing extraordinary. The extraordinary is loving. That happens all the time. Don't forget, they're asking where have you been. Are you Jesus? And will you hold my hand? All of Moscow is asking you that. What are you going to answer? Oh, don't bother me, I'm a missionary. What religion are you? Why aren't you orthodox? Love them. I have a plan for community, but I'm not... I'm always selling my plan here. I took the plan today to the bishop. I need you to pray. Because he's going to give it to the patriarch and see if he blesses us to do it. Christian community. That's what we need. That's what we need. Do you have any progress? It's in the car. The bishop made me write out a proposal. I have progress. I've written it in detail. So I did that. It's already made progress. And... In Moscow we have about 100 men and women who signed up in Moscow. In Moscow we have about 100 men and women who signed up in Moscow. And in St. Petersburg about the same. And the people who are asking for elsewhere. Например, тот человек дали мне свои фамилии. Поэтому хотелось бы посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы начать. Но мы должны стать святыми. Если мы соберемся, как мы сейчас, мы убиваем друг друга. Мы должны иметь способность прощать и любить, а не осуждать. Иначе это будет ужасно. Мы станем, как те львы в Колизей, которые убивают христиан. Только мы будем в Колизей поставить христиане, убивающие христиан. Благодарим вас в такой жаркий вечер. Какие다는 rounding они родятся в марии? Симинки, облах. Плажите, молитесь больше. Служите каждой. Если вы последний, можно больше. Не нужно никогда. Если вы становитесь в последней очереди, в эту очередь торопиться не нужно. Все будут счастливы, если вы будете стоять в конце. Если вы только хотите быть первым, тогда нужно со всеми бороться. Становитесь в конец очереди, тогда будете жить в мире. Спасибо.